всем привет это проект альфа это интервью вы посмотрите в записи и она будет с евгением олеговичем комаровским который согласился с нами выйти на связь добрый день евгений олегович здравствуйте николай здравствуйте все кому мы интересны обычно мы зовем наши наших интервьюеров интервьюируемых потому что мы интересуемся их компетенциями направленными на развитие скажем украины но сегодня у нас получается с вами не очень обычное интервью потому что поводом для него стало ваше заявление достаточно как бы громко и она мне кажется таким которое не вполне соответствует вашим компетенциям которые как минимум вот люди привыкли знать от вас а вот и поэтому хотелось бы с вами поговорить этот сложный момент спасибо сразу же скажем что вы согласились на этот разговор он по сути обещает быть не очень простым вот но с какой точки зрения я хочу посмотреть сразу на эту историю как подают ваше заявление вот я читаю униан там написано педиатр и кандидат медицинских наук евгений комаровский сделал резкое заявление выступив за сохранение жизни украинцев ценой потери территории что главное в украине украинцы или квадратные метры давайте определимся тут дальше много медицинских таких терминов относительно сохранения конечностей как бы сказано но вот сам факт подачи информации который говорит о том что кандидат медицинских наук педиатр делает заявление скажем геополитического значения военного значения у вас лично это как сложилось у меня в первую очередь такой вот интерес как вы себе объясняете необходимо сделать такое заявление которое резко контрастирует с вашими компетенциями непосредственно а вы и вообще видели это интервью частично полностью не смотрел до понимаете же вот в этом вся беда нашей наших причем слова сми я беру в кавычки потому что там об информации сплошь и рядом речь не идет это какая-то такая мерзкая жилкизна который просто трудно даже разговаривать и потому что все заявления типа которые сделал комаровский вынесенные в заголовки для этих статей статей не имеют ко мне никакого отношения это жесткий политический наезд наезд причем более того поверьте я знаю поименно кого это как вы понимаете не мои компетенции но эти люди звонили среди ночи с угрозами с матом эти люди зафиксировали мы номера телефона выяснили кто они такие если это будет продолжаться я конечно все это озвучу и расскажу но теперь давайте вернемся к тому о чем вообще говорил комаровский во первых комаровский задавал вопросы вопрос когда вы не можете дать ответы на вопрос тогда вы начнете обвинять того кто у вас спрашивает далее далее я попытаюсь объяснить свою позицию или точнее вопрос который был задан максимально примитивно вот максимально чтобы люди которые устраивают истерики в сети и пытаются рассказывать комаровскому как надо любить украину может до них дойдет итак вы пришли в школу вы ребенок пришли в школу с новым телефоном а мальчик из соседнего класса или старшеклассник у вас этот телефон забрал у вас нет силы отобрать его назад нет и у вас есть выбор сейчас лезть к этому мальчику или обратиться за помощью к людям или и стать сильнее самому разве вы разве вы приняв решение не забирать этот телефон сейчас согласились с тем что его надо отдать как это в принципе может людям прийти в голову но как можно быть такими умственно отсталыми дебилами причем в такой массе понимаете я этого в принципе не понимаю как можно заявить что комаровский предложил отдать территории понимаете в чем беда еще тут что мне страшно не нравится что это абсолютно анонимная клевета вот я же я же как бы эту ситуацию слеживая появляется на неком ресурсе заголовок комаровский предложил отдать территории хотя комаровский ничего подобного не предлагал и в принципе предложить не может не могу потому что это преступление предложить отдать бандитам территории то что им не принадлежит это абсолютно очевидная вещь и когда ты пытаешься вы и кто это написал вот кто придумал этот заголовок заходишь на страницу там журналист по имени анна павлова без фотографий естественно без координат без абсолютно анонимный наезд но потом его массово тиражируют все сны разве от меня тут возникает вопрос а как мы вообще дошли на такой жизнь что человека можно обвинить в преступлении массово это распространять и остаться абсолютно безнаказанным при этом человеку убивают репутации и я знаю кто это делает еще раз говорю а ума посмотреть первое источник ни у кого не хватает и я вместо чтобы получается помогать людям заниматься тем чем я занимаюсь в рамках моей капитенции вынужден что типа оправдываться что я не говорил то что мне приписывают ну как быть николай как это для меня например это и вот эта иллюстрация вот этой картинки оказывается оказывается как надо тебе просто дают понять не надо лезть заткнитесь хотите информацию вот вам единый марафон все там никаких вопросов не за и дети там все будет спокойно все но они они очень горько ошибаются они знаете в вашем эфире вашей студии очень часто звучат разговоры про пределы компетенции понимаете я не в свои компетенции не лезу не лезу но огромному при огромном к сожалению все основные характеристики со время сегодняшней войны могут быть оценены с абсолютно понятных позиций к которым пришла цивилизованная медицина за тысячелетний опыт своей эволюции когда есть внешняя угроза организм то способность организма противостоять внешняя угрозе определяется иммунной системой состоянием самого организма если в организме идут свои активные патологические процессы то это что делать снижает его возможность сопротивления все абсолютная аналогия вот смотрите я сразу скажу я не ожидал услышать когда какого-то такого подобного ответа мне казалось что вы сейчас будете защищать свое право говорить но оказалось что за вот существующей ситуации кроется такой какой-то целый мир тайных публикаций а давайте чуть чуть детальнее что конкретно в общем то вам удалось понять прояснить для себя что что скажу смотрите возможно ваша аудитория не очень знакома с позицией доктора комаровского я вам сразу скажу мне политика и власть над людьми глубоко противны они мне ненавистны я вам объясню я потом сейчас вам объясню почему но для меня меня привлекает власть интеллектуально когда я даю людям алгоритмы правильных действий когда я вас учу как вам стать счастливыми родителями как вырастить здорового ребенка что для этого надо логика здравый смысл знание ответственность это мои компетенции то чем я занимаюсь всю жизнь почему я не люблю власть и политик потому что когда только в воздухе витает мысль о том что комаровский пойдет куда-нибудь партию в раду в министры куда-нибудь вокруг меня начинают толпами виться абсолютно аморальные люди предлагающие все что угодно которые ходят на цыпочках заглядывают в глаза унижаются льстят пытаются то есть я вижу что именно меня простите уж насрать глубокой колокольни им важны мои а я так не хочу я окружил себя людьми которым я интересен как человек нам вместе хорошо нам вместе интересно я всю жизнь говорил о том что я например готов быть советником президента но у этого президента нет фамилии я не готов быть советником вот именно этого президента нет потому что я даю совет вне зависимости от того нравится он вам или не нравится компетентен президенту понять то что я могу если я даю советы они никому не нужны я их не даю. У меня, слава богу, есть с кем разговаривать в рамках моей компетенции. Это первое. Но огромному приогреванному сожалению в Украине любой человек, осмелившийся сказать что-то против власти, рассматривается как фигура политическая, как оппозиционер. То есть у него есть политические цели сместить этих и стать самому. Поэтому любая попытка сказать, что тебе что-то не нравится, ах, так ты хочешь на наше место принимать за нас решения, забирать наши деньги, топтаться по нашей лужайке, сидеть на нашем стуле, фас. Фас. И с этим фасом я в своей жизни встречался неоднократно. Неоднократно. Практически при любой власти. Каждые выборы, каждые выборы это наезды, это боязнь, что это заходы ко мне в кабинет, с разговорами. Поддержите нас ни за что. Фух, ну вы можете нам пообещать, что вы не поддержите их? Вот это могу. Никого. Понимаете? Все. Поэтому более того, то есть, что, собственно говоря, сейчас происходит примерно аналогичная ситуация, но она происходит, как это ни парадоксально, со стороны людей, от которых вот этого я точно не ожидал. Точно не ожидал. Поэтому я хотел бы, если они смотрят ваши эфиры, а может будут смотреть, я хотел бы их заверить в том, что мне их место не только не нужно, оно мне глубоко противно. Ибо те правила политической жизни, которые они внедрили в стране, это правила, которые меня не устраивают. Абсолютно не устраивают. Вот, собственно говоря, все. Поэтому пусть не боятся, я на их место не пойду. Мне оно глубоко противно. Если им нужны мои компетенции, я им подскажу. Подскажу, какие есть медицинские угрозы, что надо делать именно сейчас и так далее. И так далее. Ну, вот, собственно говоря, главное. Супер. Кандидатам тоже подскажу. Какие правила вас бы устроили в этой стране нашей? Ну, прежде всего, знаешь, у меня много идей, многие из них назовут заверальными или нереализуемыми. Это ваши идеи. Мне, например, в Крыдецках не нравится анонимный интернет. Вот мне не нравится, когда тебя могут обгадить и скрыться, понимаете, и ты не можешь ответить, потому что это бот. Мне кажется, что любой митинг за деньги это преступление уголовное. То есть, когда люди выходят на улицы с плакатами, получив за это деньги, то они подлежат административной ответственности, организатор такого митинга уголовный. Это не глаз народа, а вопли тех, у кого есть деньги. Понимаете? Это для меня жизненно важно. Я бы хотел, чтобы в стране был какой-то высший совет интеллекта. Интеллекта, который бы озвучивал свою позицию по общественно значимым вопросам. И к ним бы надо было прислушиваться не к истерикам блогеров и воплям фарицоев, а к людям, которые говорят мнение, опираясь на медицинскую науку. И это мнение... Ну, то есть, знаете, вот как, например, когда выходит условный Трамп с рассказом про коронавирус, то рядом с ним находится доктор Фауч. И все понимают, что любые разговоры Трампа про коронавирус не потому, что ему в голову пришло, а потому, что есть человек компетенции, которого входит обучать президента. Но при этом очень важно, чтобы эти советники выбирались не президентом. Понимаете? Потому что президент выбирает того, кто говорит то, что ему было приятно слушать. Вот это, опять-таки, мне очень не нравятся тенденции, которые пожизненные украинские. Это сплетни и злорадство. Мне не нравится, когда люди радуются смертям. Мне это не нравится. Ну, собственно, мне много еще не нравится, но я еще раз говорю, я готов делиться компетенциями. Но, к сожалению, я не умею, ну, по характеру своему, я не умею принимать жесткие решения. То есть, для меня кого-то уволить, кого-то... Ну, не могу. Я могу сказать, что это неправильно, но гонять, увольнять, садить в тюрьму, это точно не моя компетенция. Понимаете? Я... Поэтому, наверное, мне во власти тоже делать нечего. Хотя, что мне очень нравится в наших людях, что, оказавшись за пределами Украины, они мгновенно адаптируются к любым правилам игры, в которые они попадают. Поэтому надо поменять сторону, которая создает и, что важно, не просто создает, а контролирует правила. Контролирует. Хотя правила у нас замечательные, у нас конституция замечательная, но орган, который должен наблюдать за конституцией и констатировать, что она выполняется, он как-то не работает. Ну, вот и все. Ну, это я вам скажу сразу маленькую реплику. Это миф, что у нас конституция замечательная на самом деле, потому что есть ряд мнений конституционалистов на этот счет, что на самом деле очень даже она не замечательная. Ну, бог с ним, ни я, ни вы тоже не конституционалисты, как бы не будем в это погружаться. Вы сказали важнейшую мысль, мне кажется. Нужно создать высший совет интеллекта в этой стране, да, как бы чего нету. Условный совет старейшин, условный совет интеллектуалов. Как бы вы видели самосоздание такого, как бы, совета? Как бы вы видели, кто в него мог бы войти, например? Первое. Мне слово сразу, слово совет старейшин. Ну, я... Я объясню, почему в нашей стране, к сожалению, есть и сексизм, и эйджизм, и вообще вот эти вот «что может знать этот старый пердук?» Это нормальная логика наших блогеров, которая никогда не осуждается, кстати. Вот. И я очень часто вижу, как это используется, причем даже на таком светлом органе, как марафон. Понимаете? Когда человек, когда человек по факту своего возраста уже считается нехорошим человеком или глупым человеком, хотя, ну, опять-таки, посмотрим на ту же Америку, нам такое и не снилось, да, мягко говоря. Ну, наверное, для человека важно, что он достиг в своей жизни, что он успел, какие у него компетенции реальные, за счет чего он достиг своих высот. Знаете, когда общество всерьез обсуждает, купил министр образования свою диссертацию или не купил, то, простите, пожалуйста, но это просто смешно. Поэтому механизм, допустим, готов ли я предложить свою кандидатуру? Ну, вот, да, готов. Почему? Ну, потому что я в 16 лет вошел в операционную мальчишкой, да, со шваброй в руках, но заменил ее на крючки, которыми я держал рану в 18 лет, взял в руки скальпель в 20, стал врачом отделения реанимации в 23 года, совершил 400 вылетов по санавиации, возглавил дифтерийное отделение в 30-летнем возрасте, написал 13 книг, создал в 96-м году свой сайт, в 96-м году, понимаете, и так далее, и так далее. Имею, ну, как бы, кучу отзывов в лице, и так далее. Я готов, я кое-что знаю, понимаете, да, вот, покажите, что сделали вы. Ну, вот, собственно говоря, и все. То есть, у каждого человека все должно быть чуть-чуть крик. Главное, чтобы путь человека к известности был не через коррупционные действия, да, а через реальные компетенции, через умения, не через блат, не через связи, не через политические партии. И вот это очень важно, что нам будет очень-очень сложно, найти людей в Совет Интеллекта, не связанных и не желающих связываться, знаете, с всякими партиями. Вот в этом плане мне, например, очень нравится компетенциями, рассудительностью, трезвостью, адекватностью, там, тот же Борис Тадуров, например, да. Вот, и я, знаете, я последнее время вот недавно смотрел, у меня прямо сердце рюкало, как он оперировал парня, которому пуля в сердце попала. А перед этим они девочку оперировали из Херсона, который осколок в сердце попал. И знаете, я когда смотрю на это, вот у меня от обиды, вот, ну не знаю, какой-то спазм в горле, у меня все время стоит перед глазами вот эта картинка, как по наушкиванию супруны ее команды пришли патриоты учить Тадурова любить Украину к нему в институт. Помните эту ситуацию? Я вот хочу спросить, а где супрун и где Тадуров? И хоть какая-то дрянь извинилась перед ним или нет? Ну и так далее. А давайте сразу вы упомянули супрун, спросим, спрошу у вас, но ведь же вот ее, как бы, реформа частично относительно первички, она же считается очень, ну, как бы, условно-прогрессивной, то есть она дала возможность врачам, по большому счету, увеличивать оклады в зависимости от количества пациентов, которые они принимают, да, то есть вот эта вот НСЗУ, история, связанная с как раз нагрузкой на врачей, она же, в общем-то, прогрессивная достаточно. Ну, это я даю свою оценку относительно того количества отзывов самих врачей, главврачей больниц, на, на именно местном уровне, то есть я очень много общался именно с руководителями больниц на местных уровнях, в разных городах, крупных городах в том числе, это позволило в том числе объединять больницы, да, сокращать как раз расходы административные и, и перенаправлять больше денежек непосредственно на самих врачей, которые оказывают помощь, то есть было же и условно хорошее. Мы не говорим сейчас за вторичную как бы ланку, потому что считается, что она не закончена, эта реформа и супрун, но вот первичная же ланка, скажем так, имела очень много хороших отзывов. Фух, да, это темочка, мягко говоря. Понимаете, какая ситуация? Денег не то, что не хватает, их не хватает и на первичке, катастрофически. Профилактическая медицина умерла полностью, ее просто нет. Может ли врач существовать адекватно на ту свою современную зарплату? Может ли он принимать медицинские решения, ориентируясь исключительно на медицинскую целесообразность? Не учитывая возможности пациента, например. Вот может ли? Вопрос же в чем? Вот смотрите, я немножечко забегу в самое начало, потому что когда только-только появилась супрун, мне казалось, что ангел спустился с небес. Я вам объясню, почему. Потому что есть то, против чего я боролся 30 лет своей врачебной жизни. Против того, что не бывает какой-то особой украинской медицины. Украинская медицина это как украинская таблица умножения. Это не я сказал, это Чехов сказал, про наука заканчивается. Нет никакой национальной науки. Национальная наука это как национальная таблица умножения. Так вот, и супрун вдруг впервые произнесла совершенно очевидные вещи. Про то, что гомеопатия это фуфломицины, про то, что вакцинация это хорошо, про то, что есть доказательная медицина, про то, что есть цивилизованные протоколы лечения. И я как бы ее искренне поддержал. Но потом выяснилось, что в схеме реформы супрун нет такого понятия, как украинский медработник. Вот его нет. Потому что вы все коррупционеры, вы все нихрена не знаете, сейчас я вас научу, вы станете хорошими, тогда мы вам дадим денег. Это примерно вот так вот и выглядело. И дальше мы пришли к пониманию того, что в отсутствии средств доказательная медицина просто невозможна. Потому что врач, врач украинский врач всегда и при совке я работал и сейчас выбирая алгоритм лечения, выбирает во-первых то, что пациент может себе позволить, а во-вторых прекрасно понимает, что если все вокруг будут здоровы, то он, врач, умрет с голода. Это очень серьезная проблема, которая должна как-то решаться. Поэтому это, кстати, одно из решений о том, что сначала надо сделать врача очень богатым и независимым и после этого криминализировать любые контакты врача с аптекой, любые контакты врача с лабораторией. Я понятно объяснил. Ну и так далее. То есть, смотрите, я, увидев пациента, должен подобрать тот вариант лечения в соответствии с медицинской наукой, который максимально быстро и с максимальными затратами времени и сил приведет пациента к выздоровлению. Это моя задача как врача. Все. Других задач я решать не должен. Государство будет эффективным в медицинской реформе тогда, когда создаст мне условия решать задачу. Это точно так же, как боец на передовой должен быть вооружен, защищен, иметь прикрытие, иметь все остальное. Вот тогда министр обороны и командования выполнили свои функции. А от того, что у него теперь новый современный автомат, но нет бронежилета, это не значит, что вы что-то решили. Вы ничего не решили. Точно так же. Да, врач получал 6 тысяч гривен, а стал получать в три раза больше, 20. Но до уровня там кассира в супермаркете он, может быть, дотянул, дотянул, но до уровня там мальчика, который, ну, я вам скажу так, что у меня люди, которые занимаются моими социальными сетями, вообще без образования, помогают мне, допустим, они получают больше, чем врачи. Больше. Поэтому мы загнали врача в ситуацию, когда его решения должны диктоваться сплошь и рядом экономической целесообразностью. Увы, увы. И сами это расхлебываем. И вы слышали когда-нибудь, чтобы когда последний раз министр здравоохранения сказал, что нам не хватает денег? Нет, потому что мы держим министра здравоохранения, с любого министра в социалке до тех пор, пока он молчит. Как только ладовичам не хватает, мы меняем министра. Ну, так принято у нас. Власти нужен тот министр здравоохранения, который молчит и не просит денег. С медициной на самом деле беда. Беда. Ну, смотрите, нынешний ведь министр Лешко, насколько я понимаю, действующий, он же как раз очень сильно не молчал во время ковида. И как оказалось, потом по его собственным признаниям, он признался в том, что когда он не молчал, а запугивал людей и рассказывал абсолютно вранье относительно того, что нельзя гулять в парках, например, это было запугивание. То есть, это был такой себе практически терроризм со стороны. Тогда он был главным санитарным врачом, насколько я помню. Потом он за это, по сути, за свою некую такую вот эффективность стал министром охраны здоровья. Поэтому тут, мне кажется, ситуация еще более странная, что вот не только молчащий, условно, защищающий финансовый интерес всей отрасли медицинский министр нужен, но и такой, который способен соврать ради интересов власти. Возможно и так, но я вам хочу сказать, что когда речь идет, например, о прямых компетенциях министра или школах хороший санитарный брак. Вы вообще понимаете, например, с чем связана вспышка гепатита А в той же Виннице и так далее? Что это значит? Гепатит А массово гепатита это только, возможно, только тогда, когда канализационные воды попали в ту воду, которую мы пьем. Ничего другого невозможно. То есть это крах системы ЖКХ. И что надо делать в такой ситуации? Ой, подождите, эти же системы ЖКХ построил страшный совок? Как? А мы? А где? А шо? А как? Ну, это же прямая компетенция. Он точно знает, от чего это вспышка. Но не на часе? вы считаете, не на часе? Нам к обстрелам еще и усраться надо всей стране? Вы сказали важные вещи тоже с моей точки зрения относительно финансирования каждого конкретного врача, какая должна быть зарплата, то есть было 6, стало 20, это тоже мало, согласен на 100%, но вот ведь важно в чем определиться здесь. Важно определиться, а сколько конкретно нужно, чтобы обеспечить достойную жизнь врача, как и начиная с врача, так и любого человека в стране, как эта конституция в том числе говорит о том, что обязанность государства это обеспечить достойную жизнь каждого гражданина, но начнем предмет ваших компетенций, медицина, врач, сколько должен врач ежемесячно получать, начиная вот с минимальной какой-то компетенции, вот тот санитар в 16 лет, который зашел в вашем лице в операционную со шваброй, какая должна быть у него ежемесячная жалование, оплата труда. А чем, простите, врач в Украине по своим компетенциям отличается от врача в Польше или от врача в Германии? Чем? Вот я хочу просто понимать. Ну, хорошо, давайте по-другому поступим. Чем программист, хороший программист в Украине отличается от хорошего программиста в Германии? Ответ ничем. Тут вы заходите на мое поле компетенцией. Расскажите, вы же можете, принципиально, наши программисты намного более бедные, чем американцы? Смотрите, они беднее, это раз. Второе, у нас ведь IT-отрасль, поскольку я занимаюсь разработкой, у меня есть, это мой действующий, один из моих небольших бизнесов тоже, как бы, в этой истории, то наша разработка это традиционно аутсорс, это традиционно непродуктовая разработка. Мы не разрабатываем продукты, мы разрабатываем какие-то части продуктов, которые придумывают в других странах. Соответственно, тот, кто, мы на нижней, скажем так, на нижней степени пищевой цепи находимся, мы получаем заказы и мы их, ну, способны обрабатывать. Это уже хорошо, хорошо, что у нас много светлых голов, которые способны условно быть полезны в этой пищевой цепи, это ведь, как бы, программирование, это же, ведь такое прогрессивное занятие. Николай, уточняющий вопрос, уточняющий вопрос, скажите, пожалуйста, зарплата программиста на нижней, на нижней звене цепи действительно меньше в 20 раз, чем программисты наверху? Не в 20 раз, а во сколько? Ну, давайте возьмем следующий, давайте, вот просто крупным мазком будем считать, что программист неплохой, среднего уровня, скажем так, какой-то, пусть меня простят все программисты, что я сейчас скажу эту цифру, будем говорить, что это примерно 2000 долларов в среднем на всю страну, то есть, мы причем не будем, мы это будем брать эту среднюю цифру не по крупным городам, потому что в Киеве, Львове, Днепре и Харькове до войны это были, скажем, более высокие зарплаты, но ведь же есть куча программистов, живущих на периферии, в районных центрах, это тоже существует, и они получают там меньше, поэтому будем считать, что это 2000 долларов как бы в месяц, это ведь как бы хорошая зарплата, на которую можно жить внутри Украины и стремиться к 2500 долларов, или к 3000 долларов, вот как бы предмет карьеры и роста, в этом случае в мире, конечно, это зарплаты не в 20 раз больше, но это могут быть в 3-4 раза больше. Ну, а в медицине ситуация примерно 1 к 10, 1 к 20, вот примерно так, при этом мы решаем точно такие же задачи, как они, точно такие же, поэтому надо понимать, что этот рынок медицинского труда, он будет постепенно схлопываться, что любой человек, получивший образование в Украине, в Украине по медицине, будет прекрасно знать, что со своими минимальными компетенциями, вот этом новом онлайн-обучении в мединституте, он поедет в Чехию, Словакию, Польшу, потратит еще 3-4 года, и его украинская зарплата будет умножена на 15-20 раз при социальных гарантиях, светлых перспективах, отсутствии злорадства, четком понимании, что ты станешь заводелением тогда, когда твои компетенции будут достойны заводелением, а не тогда, когда ты будешь кумом главного врача. Вот это тоже очень важно, потому что механизм продвижения по профессиональной лестнице в Украине тоже очень-очень специфический. Очень часто главный врач это кум мэра, а заводелением кум главного врача. Ну и так далее. Вот это тоже то, с чем надо что-то срубит обувесково, потому что должно быть абсолютно понятным. А я же сколько раз спрашивал об этом у нас, что когда нам назначает власть министра, губернатора, кого-то, мы можем узнать, за что его назначили и за что сняли предыдущие. Ну просто получить ответ на вопрос. Ну и так далее. Вот. Да, так собственно говоря, я констатирую факт, что мы придем к тому, что зарплата в Украине врача будет просто равна ну может польской, польской, и у нас будет открытый рынок. К нам мы будем искать врачей, они будут приезжать сюда и так далее, и так далее. Ну никаких проблем нет. Ну будут. Да, мы к этому идем. Почему? Потому что, да, те люди, которые, мое поколение, которое, конечно, стремительно заканчивается, вот, которое просто жить не может без этой среды. Мы очень сильно проросли в эту страну, в эти привычки, в эти механизмы общения людей. Мы знаем все ходы и выходы. Мы знаем, чего хочет пациент. Мы знаем, какие рекомендации он точно не будет выполнять. Понимаешь? Я, например, знаю, что если ко мне пришла мамочка, там у ребенка бронхиальная астма, я ей просто скажу, ну вот по зарезу надо, чтобы в спальне было 20 градусов и влажность 40%, то она скажет, фи, не пойду, пойдет искать другого. А если я ей выпишу какой-нибудь фуфломицин и скажу, классные таблетки, но действуют они только, блин, при условии, что в комнате будет 20 и влажность 40%. Понимаете? Только так, иначе не подействуют. О, тогда она пойдет, у тебя таблетка для меня. То есть я знаю, как заставить ее выполнить мои назначения и так далее. То есть я много чего знаю, как выжить здесь, но мы постепенно придем к тому, что врачи перестанут разговаривать, потому что им это будет неинтересно. Мы многое можем поменять уже сейчас. Конечно же, мы можем. Для этого нам надо создать адекватное медицинское сообщество, профсоюз медицинских работников, выработать критерии. Вот знаете, до войны в Виннице мои друзья, близкие друзья, открыли потрясающее педиатрическое отделение там в клинике. Потрясающе. Я туда ездил на открытие этой клиники. Причем они, знаете, я вам честно скажу, что создать круглосуточный педиатрический стационар частный, это ни о каком хлебе с маслом речь не идет. Это просто, знаете, ну слава богу, местная власть там пошла на встречу и так далее, но по крайней мере они сделали. И они, вот мы вместе тогда формировали кодекс врача, кодекс педиатра, которому не стыдно быть, не стыдно называться педиатром, о том, что ни при каких обстоятельствах за твоим решением не будут стоять коммерция, что ты никогда не назначишь фуфломецин, ты никогда не будешь лечить в больнице то, что можно лечить дома, ну и так далее, и так далее. Ты всегда поможешь коллеге, ну и там было 20 правил, которые я даже публиковал, записывал про это видео. Я знаешь, у меня была такая надежда, Николай, что когда мы опубликуем этот меморандум, да, как работать правильно, то к нему может быть массово присоединяться больницы, там стационары страны, мы создадим движение, которое мы всему миру покажем пример, да, нихрена, нихрена это никому не надо, понимаете, почему? Потому что, к сожалению, к сожалению, у нас во многих областях работает, ну на первом месте в принятии решения стоит экономика, и она работает везде, то есть вы врач заинтересован в том, чтобы вы были тяжело больны, чтобы вам нужно было дорогое лечение, дорогое обследование, точно так же, как автомастер заинтересован в том, чтобы вам был большой объем ремонта, точно так же, вот это работает везде, только когда вам автомеханик начинает рассказывать про то, что с вашим мотором трындец, то вы что-то, то у нас же все мужики разбираются в том, как работает двигатель внутреннего сгорания, а когда вам доктор начинает рассказывать про то, что мы сейчас очистим вас от шлаков и вашу печень укрепим, то вы, да, да, это же интересно, потому что, когда врач, когда папа считает, что его задача сбегать в аптеку, а все остальное решает мама, понимаешь, ну и так далее, ну и вот такие нюансы, ну, собственно говоря, это уже то, на что я положил жизнь и записал три тысячи видео, я не шучу, не менее трех тысяч течения. Ну, ремарка маленькая, должен сказать, что вы перед собой видите человека, который вот буквально месяц назад со своим двигателем внутреннего сгорания попал больше, чем надо, было бы вообще, надо было туда не лезть, надо было сразу продавать это все дело, ну так вот, поэтому, да, вот прям, прям, самое больное место вы как бы зарядили только что, ну да ладно, все мы учимся на своих ошибках, есть ошибки, есть иллюзии, это нормально, плохо не делать выводов из этих ошибок, вот проблема. Смотрите, как бы я хотел бы вернуть нас к Тадурову, от которого мы оттолкнулись в Супрун и забежали в очень такой большой крюк, связанный с кучей медицинских вопросов, которые вашей компетенцией непосредственно являются. Тем не менее, кроме Тадурова, кто бы мог войти, по вашему мнению, в такой высший совет интеллекта Украины? Смотрите, это абсолютно некорректный вопрос, Николаев, совершенно точно, потому что людей, которые обладают потрясающими компетенциями, и в области эпидемиологии, например, и в области инфекционной патологии, ну та же Голубовская, например, и в области хирургии, не только кардио, в Украине множество, множество. Мы не можем называть сейчас фамилии, просто не можем, потому что мы кого-то не вспомним, и это будет крайне некорректно. Но, если сказать, что есть ли, возможно ли в Украине создание комитета, ну там, экспертов в области здравоохранения, который может давать рекомендации, рекомендации, например, президенту или правительству, хотя, с одной стороны, понимаете, как мне кажется, медицина же не умеет к президенту прямого отношения, все-таки компетенция больше правительства, да, но, что очень важно, чтобы рекомендации, которые дал комитет экспертов, были публичные, публичные, чтобы все это все знали, вот позиция медицинской науки, вот, что сделала власть, вы видите сами, например, да, естественно, когда там в разгар пандемии говорят, что нельзя гулять, что гулять с собакой можно, а гулять с ребенком нельзя, то комитет экспертов должен расставить точки над «и», потому что мы понимаем, что вы, что сказал тогда же легко, это было копирование того, что сделали куча европейских политиков, да, 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 которые идут по принципу лучше перебдеть, чем недобдеть, потому что у нас всегда полечить, прооперировать, запретить, запретить, назначить, всегда реализуется намного интенсивнее, чем подождать, понаблюдать, посмотреть, то есть у нас потом, ты же не скажешь, что надо оперировать немедленно, потом тебя обвиняют, а мы у вас были, а вы смотрели, сказали понаблюдать, а теперь мы из-за вас вот такие несчастные и так далее, ну это же классика, приходит доктор, ну я просто с этим сталкивался по жизни, вот вы заходите в дом, в дом, и видите ребенка, у которого первый день урви, сопли, высоченная температура и так далее, и мама у тебя спрашивает, а может антибиотик, ты говоришь, какой антибиотик, нет, надо делать, вот надо поить, активно поить, понизить температуру и так далее, потом они продержали ребенка неделю в жаре, не поили его, мыли хлоркой пол, у него пососыхала слизь, началось воспаление легких, приходит к тебе мама и говорит, а доктор, а я вам говорила, надо было сразу антибиотик назначать, теперь из-за вас у нас антибиотик, пневмония и так далее, вот так работает все, поэтому куча врачей, вот тут любой ребенок, ну там 23-летняя девочка, которая закончила вуз и пошла в интернатуру, и у нее прием, и она на приеме сказала антибиотик, не надо, а через неделю к ней в кабинет врывается разъяренный папа с криком, довела, сука, вот именно так, он говорит, довела, сука, и она после этого, эта девочка, что будет делать? Она будет назначать антибиотики всем в первый день, чтобы никогда не быть виноватой, потому что у этой девочки нет социального статуса, нет безопасности, она никто, никто, она не уважаемый человек, к которому ждут приема два месяца, понимаешь, а к ней можно в любой момент ворваться в кабинет, оскорбить ее, унизить, если не получится унизить, пойти к главврачу и потребовать, чтобы он ее унизил, более того, главный врач будет всегда на стороне того, кто орет, потому что, если стать не на его сторону, тот, кто орет, пойдет в горсдрам, и пойдет дальше, и таки всем легче будет от вас, вот такая система, я в этой каше живу ну последние 40 с кусочком лет, понимаете, поэтому я тут могу вам такие песни рассказать, как это все должно решаться, но надо четко понимать, как армия, как мне кажется, начинается с офицера, школа с учителя, а медицина с врача, и не сделав врача независимого, грамотного, компетентного, при этом должны быть мерилокомпетентности и орган, оценивающий компетентность, понятно, и любой врач, любой врач, который при ОРВИ назначил антибиотик, или, условно говоря, решил почистить печеночку, или выводит вам шлаки, или и так далее, должен перестать быть врачом на следующий день, любой врач, любой, который нарушил цивилизованный протокол, должен перестать быть врачом, ну все, ну электрик, который плюс и минус путает, или не знает, в чем тут разница между 220 и 127, понимаете, ну не может он быть электриком, ну точно так же, если врач назначил два несовместимых лекарства, например, и так далее, ну как он может быть врачом, пусть идет учиться, переучивается, по-новому сдает экзамен, и так далее, и так далее, ну вот это то, что с моей точки зрения совершенно очевидная вещь, мы такими, как вы говорите, очень толстыми мазками затрагиваем еще более толстые пласты проблем, поэтому для того, чтобы со всем этим разобраться, можно сделать цикл встреч, будет под названием народный ликбез, поговорим про антибиотики, их политическое значение, понимаете, но парадокс-то в том, что весь этот ликбез я давным-давно создал, понимаете, вот я вам приведу пример, я вот буквально вчера записывал видео, я вам еще попозже, его позже все посмотрят, но я вот вам могу рассказать, к примеру, вот вы знаете, что такое эпипен, вы слышали когда-нибудь такое слово? Эпипен, вот я рассказываю, например, когда возникает острая аллергическая реакция, ну например, то, что называется словом анафилактический шок, слышали про такое, вот укусила пчела, укусила пчела и вы умерли, ну просто отек и так далее, вот средство неотложной помощи, средство неотложной помощи, это адреналин, если непосредственно после укуса ввести адреналин, шок не развивается, у нас как происходит, тебя укусило, или ты съел что-то, на что может быть аллергия, после этого мы ждем скорую помощь, она доезжает, скорой помощи есть адреналин всегда, если она успела доехать, успела ввести, мы человека спасли, во всем мире подход принципиально иной, ну в цивилизованном мире, он следующий, если у вас есть аллергическая реакция на укус пчелы, вот лично у вас, анафилоксия на укус пчелы, ничего, что я вас в качестве объекта рассматриваю, не страшно, правда, так вот, то вы носите при себе автоматическую шприц с адреналином, адреналин по-медицински, эпинефрин, эпипен, то есть выглядит это примерно, сейчас я вам покажу, вот так, вот такая штука, это будет очень интересно, вот, он у вас в кармане, вот вы его достаете, и когда вы стукаете им по бедру, автоматически выскакивает иголка и делает инъекцию, и вы знаете, это появилось в Украине, вот есть, например, вещи, которых в Украине нет, ну там, морфиновые помпы, например, для онкобольных, а вот эпипен наконец-то появился, и то есть реально, если вы знаете, что такая штука есть, да, то, ну, таких людей, которые под угрозой смерти находятся, от укуса пчелы, ну, их тысячи в Украине, но они даже не знают, что это есть, понимаете, а кто должен об этом знать, кто, вот вопрос, как им об этом узнать, ну, теоретически, ну, хотя бы кто-то должен прийти в марафон и сказать, понимаете, я понимаю, как вам это, да, я условно, это же, ну, то есть я запишу это в своем канале, ну, покажу, ну, расскажу, понимаете, то есть я вам показываю механизмы, да, потом как, ну, просто дело в том, что я про этот эпипен писал в своей книге про неотложную помощь, потом вот хорошо бы, это было много лет назад, вот сбылась мечта, в 21 году, кстати, это зарегистрировано в Украине, было, но об этом никто не знал, и я, кстати, не знал, случайно, у меня просто есть друзья в аптеке, которые мне сказали, твоя мечта сбылась, у нас есть эпипен, и так далее, и так далее, но я вам скажу честно, что я снимал лет 8-9 назад в Финляндии фильм, у меня была такая идея, создать цикл программ, который бы назывался «Детский мир с доктором Комаровским», такая вот у меня была идея, я хотел, суть идеи была следующая, я приезжаю в некую страну, и рассказываю, как там живется детям, детская медицина, учитель, детский сад, бабушки, взаимодействие, то есть вот так вот, супер, ну естественно, все наши сказали, все наши сказали, что денег нет, а все не наши, казахи, россияне сказали, что да, классно, мы вам будем говорить, в какую страну ездить, что все были посланы, естественно, я просто за свои деньги мы поехали и сняли в Финляндии, фильм такой классный, из двух серий, он опять-таки никому не был нужен, я его просто выложил у себя на канале, я не про это, я там в частности был в музее медицины, и держал в руках морфиновую помпу 1963 года, то есть уже в 1963 году, если сейчас кто-то знает, что такое морфиновая помпа у нас, это когда стоит коробочка такая, где морфин, от нее трубочка в вене, и он кобольной, умирающий, безнадежный, может в любой момент нажать на кнопочку, когда ему у него болит, и в кровь поступает морфия, и человек умирает с улыбкой на лице, без страданий, так умерла моя мама, так умерла моя мама в Германии, и я пытаюсь понять, почему мы не можем в нашей стране это иметь, почему все мои, вот я обращаюсь все время к молодым людям, к людям, которые принимают решения, например, о том, что каждый третий, вот хотите вы этого или нет, это не запухивание, это просто констатация, примитивная констатация факта, 30-35 процентов всех, кто нас сейчас смотрит, умрут от онкологии, и вам не обязательно так уж повезет, что у вас будет рак легкого, который не болит, когда вы просто задыхаетесь себе, но не болит, у вас может быть рак кишечника, или рак с метастазами в позвоночник, когда боль будет главным, и вы будете просить, чтобы вас убили, понимаете, и что надо, чтобы полностью закрыть тему доступа онкобольных к наркотикам, что надо для этого, нужна только добрая воля власти, добрая воля, когда президент вызовет себе в кабинет министра внутренних дел, министра соцполитики, министра здравоохранения, когда заставит их и даст им конкретные сроки, в течение двух месяцев максимум, подготовит законопроект, и сила, принадлежащая ему, имеющая моно-большинство, его примет, так что не надо будет человеку с онкологией ползти там каждый месяц за новым рецептом и так далее, я помню, как моя мама приехала ко мне из Германии, она там жила последние семь лет своей жизни, просто потому, что она была еврейской девочкой, которая была в эмиграции, ну, они во время эвакуировались, и за это Германия считала, что они ей должны, и она действительно получила от Германии очень много, и у нее уже была онкология, она ее лечила, и она просто приехала сюда, и мы общались с ней, и во время разговора со мной рядом сидел мой близкий друг, он онкохирург, и во время разговора мама достала из сумочки какой-то флакончик, накапала себе и выпила, и когда друг мой взял в руки этот флакончик и посмотрел концентрацию опиума, ну морфия в этом флакончике, он сказал, Софья Михайловна, а как вы с этим через границу? Она говорит, а что, а где, а как, ей даже в голову не могло прийти, то есть она ввезла в Украину такую дозу морфия, что ей бы надо было лет на 20 присесть, вообще понимаете, и мне вместе с ней, наверное, там, но для них это все, ну как-то было, ну черт его знает, Коля, ну для меня это так больно на самом деле, если честно, я как помню, как она мне рассказывала о том, когда мы начинаем тут про нашу реформу здравоохранения, когда она жила в, она жила в Саабрюкеме, это центр столицы земли, там, и ей говорят, что, ей врач говорит, что вам надо поехать в клинику, там, она на другом конце города, потому что вам надо пройти там обследование, которое у меня нет, и выписывает рецепт на такси, понимаете, рецепт на такси, потому что не может человек, пенсионер поехать, а у нас ребята без рук, без ног после войны вымаливают помощь, вымаливают, а мы собираем им на протезы, на лекарства, на обезболивающие, на психиатров, на психологов, вот, и что вы мне рассказываете про реформу здравоохранения? Потому что реформа здравоохранения, реформа здравоохранения невозможна без реформы этики и морали, она начинается отсюда. Давайте сразу же в эту же тему докинем, это каннабис медицинский, там же вот дикая ситуация происходит и продолжает происходить, несмотря на то, что президент дал команду, президент сказал, давайте, наконец-то, легализуем медицинский каннабис в июне, как бы, это уже, сколько месяцев прошло, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, пять месяцев прошло полных, со времени, когда президент дал абсолютно четкую, однозначную команду, когда сказал, что наши люди не должны терпеть боль, страдания и так далее. Это же тоже и вопрос анкопольных, и вопрос военнослужащих. И министр охраны здоровья, и глава комитета, соответствующий, Вардуцкий, ведут эту всю историю подлинному кругу, и, как говорят там наши источники, которые следят за этой историей, что, в общем-то, они делают все для того, чтобы принять такой законопроект, который не легализовал ни производство в Украине этих лекарств, ни исследование украинских ученых в этой области, ну и, соответственно, не сделал так, чтобы люди, которые терпят боль и страдания, получили вот эту вот помощь. Что вы знаете про эту историю? Тот законопроект, в котором рассказывая, про который нам говорят, что он типа про пациентов, он на самом деле, как я понимаю, регламентирует правила выращивания, реализации, регистрации, исследований, связанных с каннабисом. Я, в принципе, не могу понять, какое это отношение имеет к доступу онкобольных. Смотрите, что он или нет, любых пациентов, которым он нуждается. Очень чаще как раз каннабис – это проблемы в области психологии, психиатрии, это тошнота, рвота, связанная с химиотерапией, это ряд состояний, когда используется не каннабис, нет, используются препараты, то есть конкретное медицинское лекарство. Ну вот смотрите, есть, я просто этого не понимаю, есть конкретный медицинский препарат, называется морфиз или парамидол, в этом препарате в основе опиума. Подождите, у нас что, есть закон о легализации опиума? есть медицинский препарат, он зарегистрирован, то есть фирма-производитель зарегистрировала этот препарат. Мы, государство, своими полномочиями разрешило его применение. У нас есть орган, который разрешает это применение, потому что это лекарство, оно прошло необходимые ступени лицензирования. Далее, врачи имеют право, то есть человек, у которого есть диплом врача, а этот диплом дает человеку компетенцию, юридическое право назначить лекарство, зарегистрированное пациенту, если у него есть на это медицинские показания. Другой вопрос в том, что если данный препарат относится к группе наркотических, то есть определенная, более сложная процедура. Ты можешь назначить его не просто сам, а тебе нужна подпись еще и за в отделение. Ты можешь, этот рецепт будет реализован только в определенной аптеке. В самой аптеке это лекарство будет храниться по определенным правилам. Дальше. Ну хорошо, мы зарегистрировали в стране лекарства, это официальные лекарственные препараты, которые сделаны с использованием в качестве сырья каннабиса. Есть препараты, которые называются А, Б, С и Д. Они зарегистрированы, они относятся к классу наркотических. Зачем нам надо специальный закон, чтобы врач мог их назначить? Но есть другой вариант. Например, зарегистрировать специальным образом, зарегистрировать в стране два препарата. Например, один будет стоить 500 долларов, второй будет стоить 2000 долларов. Нет, хотя есть препараты и за 5, и за 10, и за 20. Но можно зарегистрировать за 500, и за 2000, и сказать всем, смотрите, какие они трындец, как дорогие. Давайте примем закон, чтобы выращивать и производить самим, потому что мы все деньги... Хорошо, это тоже неплохо. Ну, было бы круто сделать так, завести лекарства, как мне кажется, в этом логика, завести лекарства, зарегистрировать их, разрешить врачам выписывать, в течение 3-4 лет оценить объем, потребность, как их назначают, сколько им надо, имеет ли нам смысл самим выращивать, или нам все-таки проще закупить, и так далее, и так далее. Но уже через неделю, ну, хорошо, через месяц, пациенты смогут, врач может выписать, а пациент получить. Но для того, чтобы общество понимало, что должно быть? Должна быть адекватная политическая дискуссия. Да, именно у нас она уже должна быть не научная, а именно политическая. Потому что у нас решение о том, какое лекарство получит пациент, принимают не врачи, а политики. И это полное, аморальное безумие. И поэтому должен быть, это то, что я все время говорю, должна быть по любому общественно значимому вопросу. Должна быть общественная дискуссия, где каждый увидит, кто чего стоит. Когда за круглым столом соберутся врачи, представители полиции, политики, те, кто регистрирует препараты, представители министерства, каждый выскажет свою позицию. Мы найдем точку прикосновения, но у нас должно быть базовое правило. Смысл того, что мы тут собрались, это не продать своим людям лицензии на выращивание, не определить того единственного, кто получит право завозить лекарства сюда. Нет, наш смысл один. Сделать все для того, чтобы пациенты за минимальные деньги со своего кармана или с кармана государства получили доступный, эффективный препарат. Все. Других целей нет. Но судя по тому, что мы никак не можем прийти к этому решению, люди в принципе не понимают, не понимают, что они там обсуждают. И когда с пеной у рта доказывают про то, как, то я реально понимаю про то, о чем вы тут регулярно разговариваете, про пределы компетенции. Все. Ну вот, собственно говоря, так это работает. И, как я понимаю, именно в такой ситуации моя главная задача, я ее так видел. Я ее так видел, когда у нас были выборы президента. Я видел ее в том, что моя задача, честно сказать, за этим решением стоит медицинская наука и медицинская целесообразность, понимаете, или стоит бизнес. Что здесь? И я предложил себя как потенциального советника, у которого есть медицинская репутация, и я свою репутацию ни за какие деньги не продам. Я в ее создание вложил 40 лет труда. Понимаешь? Все. Вот. И поэтому я до выборов, когда меня представили как человека в команде Зеленского, сказал о том, что я готов быть советником президента, вне зависимости от фамилии президента. И если президенту не будет реализовываться то, что я, например, глубоко убежден в том, что президента надо прививать от гриппа. И, ну, кстати, ну, просто потому, что неделя с гриппом президента дорого обойдется в стране. И есть, поэтому и президент, и премьер-министр, и радость, и все должны, но как прививают в прямом эфире там Обаму или Меркель, я видел, а у нас не видел. Ну, вот, собственно говоря, об этом речь в принципе не идет. Я в этом году, кстати, был большой сдвиг. В прошлом году я вакцину от гриппа добыл в декабре. В этом году уже в конце сентября, понимаете, то есть мне уже полегче и так далее. Ну, вот, собственно говоря, и многое-многое другое. Да. Евгений Олегович, давайте у меня вот просто просьба еще в этом интервью, в этом эфире коснуться все-таки фронта, фронтовой медицины. Вы наверняка же следите за тем, что происходит. Была смена одного руководителя военных медицинских сил на другого. У нас здесь был часто Геннадий Друзенко, который очень глубоко вовлечен во фронтовую медицину на волонтерских началах. Что вы знаете, как бы о том, что поменялось, что не поменялось во фронтовой медицине, какие реально проблемы остались и какие, на ваш взгляд, нужно решать. И вообще, занимаетесь ли вы исследованием этого вопроса для себя самого? Вот как на духу. Я, когда подхожу к этой области, я понимаю прекрасно, что я не тяну. Вот моя компетенция не тянет. Я подхожу, я вижу острейшую проблему. Ну, давайте, самая примитивная иллюстрация. Самая примитивная. Ну, там, наложение жгута по стандартам НАТО предусматривает тот факт, что через 20 минут к тебе прилетит вертолет. То есть, если через 20 минут прилетит вертолет, накладываете жгут на все, что шевелится. А если у вас нет шансов, что вертолет прилетит, если у вас, в принципе, нет шансов в ближайшие месяцы, день-два, выкарабкаться из этой вот каши, то что вы должны понимать? То есть, алгоритм же должен быть принципиально другой. Какие, блин, стандарты НАТО, да? Но я вижу действия в этом направлении. На низовом уровне что-то шевелится. Наверху никакого особого решения я не вижу. Таким образом, смотрите, и тут еще другая ситуация. Вы не представляете, насколько я сейчас завален, завален не фронтовой медицинской повесткой. Вот этими стрессами, сахарным диабетом, заметьте, не педиатрическими темами. Педиатрия она превратилась, вот по педиатрии, короче говоря, сейчас ситуация следующая, обращаются только тогда, когда, ну, просто он уже без сознания. То есть, тянут до последнего. Просто тянут до последнего. И то же самое в терапии. То же самое. Ну, смотрите, когда я там публикую видео, вот сейчас просто иллюстрации, публикую видео, там, как, условно говоря, не довести ребенка до воспаления легких, самому, у него 20 тысяч просмотров. Когда видео «Грибок ногтей», 3 миллиона просмотров. 3 миллиона. Понимаете разницу? И все остальное примерно вот так. Поэтому я сосредоточился сейчас на диабете, гипертонии, питании, ожирении, стрессах. Я понимаю прекрасно следующее. Профилактическая медицина, еще раз повторюсь, умерла. Доступ людей к медицинской помощи охраничен. И охраничен в силу своих материальных возможностей, в силу доступности врача, плюс наш национальный характер. Тянуть до последнего. Пока я могу. И я пытаюсь дать людям алгоритмы самовыживания. Алгоритмы самовыживания в педиатрии я создавал как 30 лет. Понимаете? Сейчас полностью я и моя команда вышли на это все. На именно создание видео по помощи вот в таких ситуациях. Когда именно гипертония, диабет, ожирение и так далее. У нас сейчас, например, тема ожирения это трындец как актуально. Ну потому что, когда ребята приходят после фронта, если им удалось оттуда прийти, после контузии, после ампутации и на этапе адаптации к нормальной жизни, все глубоко убеждены в том, что первое, что реабилитация, это отоспаться и откормиться. И я вижу, как люди за несколько месяцев набирают 15-20 килограмм веса. И более того, у всех нас остро не хватает дофамина как источника положительных эмоций, а самым доступным источником положительных эмоций является еда на уровне нашей биологии. И в Украине сейчас это острейшая проблема. Я сейчас записал курс, почти из 60 лекций, образовательный курс по ожирению, так сказать. И команда моя продолжает всем этим заниматься. То, что нам не надо. То есть, поскольку государство не до профилактической медицины, я пытаюсь создать какую-то альтернативу, создать людям инструменты. Поэтому, я вам честно скажу, вот у меня, например, мой сын, мой сын, он занимается, прямо занимается фронтовыми аптечками. Я еще в начале войны, мне регулярно писали, что взять с собой на фронт. Речь шла не о фронтовой аптечке, не о том, что там, о турникет, там, да, крови, нет, о другом. О том, что, ну вот, женщина своего мужика сорокалетнего с гипертонией, геморроем, там, проблемами, кучей, проблем собирает на фронт. Что положить? От суставов, от поноса и так далее. И я регулярно, мне прислали запросы, я отправлял списки, что я считаю надо. Потом, когда количество этих списков превысило все возможное, я плюнул, поскольку там в этой аптечке есть рецептурные лекарства, но которые эти мне не нужны. И я создал видео под названием «Аптечка на фронт». Я поступил хитро, я сделал так, что арашисты не смогли этим воспользоваться, я включил в аптечку только препараты производства украинских фарм-предприятий. Но, ну, вот я вот так пошел по такому пути, но факт, ну, неважно. Я создал этот список, да. И мой ребенок, как бы, ну, который примерно вашего, возраста, который сейчас занимается активно, там, не вылазит практически оттуда, который возит лекарства, создает эти аптечки, разработал, говорит, упаковки этих аптечек для отделения, для взвода, ну, чтобы можно... И вот он, как бы, этим занимается сейчас. То есть, это вот та компетенция, которую я смог реализовать. Но тактическая медицина, возможности современные, ну, я не положил на это жизнь. Это не мое немножечко, понимаете? Поэтому я бы не хотел даже тут лезть в нефт своей компетенции. Другой вопрос в том, что я все равно не вижу общественной дискуссии. А когда я разговариваю с людьми, которые близко к этому подходят, то они при вопросе, как дела, что там, у них начинают дрожать губы и подкатываться глаза. И я реально понимаю, что не очень хорошо. Меня что еще очень всегда огорчает, что у нас всегда на первом месте в волонтерстве потребности тех, кто на передовой, хотя... Сейчас я хочу, чтобы меня правильно поняли. Хотя я глубоко убежден в том, что потребности армии, особенно на втором году войны, это однозначно то, чем должно заниматься государство. Если дроны, дроны и автомобили эвакуационные это волонтерская тема, то это безумие. Это полная некомпетентность. Возможно, я не прав, но я высказываю свою позицию человеческую. А вот чем действительно мы должны заниматься, как волонтерское сообщество, это помощь тем, кто от войны пришел в мир. Их потребности, их лекарства, доктора, которые их лечат, их реабилитация. Вот это то, на что общество должно собирать. Но общество с огромным энтузиазмом, который, конечно же, убывает на глазах, собирает на спутники, на дроны, на автомобили. Хотя еще раз говорю, этим должно заниматься только государство. оно должно знать потребности, какой дрон нужнее сейчас, а не мы с вами должны решать, какой тепловизор нужен туда и туда. А мы должны собирать на новый реабилитационный центр, на помощь семье, которая бедствует, потому что папа без двух рук вернулся домой, на помощь психолога, на протезирование, на сохранение конечностей. Вот на этом, когда нам, мне говорят, я не знаю, видели вы, нет мой проект, когда я записывал, я уже был как интервьюер, и я беседовал с Сергеем Сашинским, который руководит проектом «Спасти кинзивку». Понимаете, который говорит о том, что за спасение ноги платят 8 тысяч гривен, а за помощь ампутанту 2 миллиона. Так какое будет принято решение медицинское? Вот и так далее. И вот в это, в это должно общество идти. Понимаете? А общество с упоением рассказывает мне, как правильно любить Украину. Понимаешь? Ну, я тут вспоминаю, Сергей Поздняк, есть такой ветеран, который вернулся без ноги из фронта, предприниматель, ассоциация ветеранов, в том числе предпринимателей, он представляет их. Он дописал такой пост, достаточно полный боли, где он сказал о том, что он общался со своими коллегами-предпринимателями, условно, да, о помощи ветеранам, которые вернулись из фронта. То они говорят, ну, что-то типа, я сейчас боюсь перебрать, но вот примерно следующую рамку, что, мол, старик, извини, как бы мы помогаем тем, кто на фронте, потому что они прямо сейчас нас защищают, чего-то там, да, а вот те, кто уже вернулся, ну, как бы, они же не на фронте, они же прямо сейчас не делают свой вклад, как бы, это действительно все крайнее безумие, крайнее безумие, но я хочу сказать, что к нам не прекращается череда запросов из фронта, из живых бригад, от ребят из Авдеевки, в том числе, под этим видео, мы поддерживаем личные сборы военнослужащих, то есть этих денег не касаемся, прямо их заставляем открывать монобанки, и просто поддерживаем своим сигналом, чтобы люди напрямую, условно, кто чем может, помогали им собирать на те же самые ВК-автомобили, вот 350 тысяч ребята собирают, и мы целую неделю создаем эти сигналы, просто чтобы закрыть этот сбор, поэтому присоединяйтесь, в том числе, все, кто нас смотрит, все, кому понравилось это видео, помогайте Збройным Силам Украины, пусть даже в некий такой безумный способ, как мы это делаем, по большому-то счету, но, а что делать? Ну, да, мы в этом интервью, я хочу сказать, по-моему, ну, столько шапок на помидоры с вами закинули, как бы, что делать, в ответах на вопросы, что делать, что я думаю, что безумием будет не продолжить эту дискуссию, пусть даже за границей этого интервью, за границей публичности, но мне кажется, что очень важные решения наработаны прямо вот в этой дискуссии. Спасибо вам большое, Евгений Олегович, за эту дискуссию. Спасибо. Спасибо. Всем тримаемся, то и даемся. Слава Украине! Героям слава! Пока-пока! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова